Здравствуйте, меня зовут Анна Бережна, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Ретроспективная выставка работ к 30-летию творческого объединения художников группы «Штиль» откроется в галерее «Арт-этаж». В экспозиции работы восьми авторов из Владивостока, которые заявили о себе в конце 1980-х. На выставке представлены живописные и графические произведения мастеров из фонда «Арт-этаж», собранного Александром Городним. Наряду с работами других российских и зарубежных авторов, их передали городу в 2015 году с целью создания Музея современного искусства. Вернисаж состоится в 18.00. Вход свободный. А театр имени Максима Горького приглашает на спектакль Сергей Есенин «Исповедь». Этот художественный вымысел основан на моментах биографии поэта, но ни в коем случае не претендует на документальное произведение. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Концерт «Мелодии любви» состоится на сцене Приморской филармонии. В программе две музыкальные истории на основе трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», увертюра фантазии Петра Чайковского и симфонические танцы из мюзикла «Леонардо Бернстайна. Ветсайская история». Всполнение Тихоокеанского симфонического оркестра. Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 800 рублей. Показ семейного фантазийного мультфильма «How to train your dragon the hidden world» на английском языке состоится в кинотеатре «Иллюзион парк». Начало в 19.00, стоимость билетов в 320 рублей. День защитника Отечества отпразднуют на Центральной площади Владивостока. В 12.00 начнется церемония возложения цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОВ». Участие в мероприятии примут ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, а также представители общественности. Затем возложение цветов состоится у стелы «Город воинской славы». В 12.30 на Центральной площади стартует праздничная программа – выступления творческих коллективов, работа тематических локальных площадок. Также для гостей организуют выставку военной техники и вооружения, а всех желающих угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Праздничные мероприятия завершатся в 15 часов, вход свободный. А в Приморской филармонии пройдет эстрадная детская музыкальная программа «Солдатушки, бравы ребятушки». Все ребята и мальчишки и девчонки будут соревноваться в силе, ловкости, смекалке. Не забудут и про песни, танцы, загадки и пословицы. Начало в 12.00, стоимость билетов 300 рублей. На гала-концерт 8-го всероссийского открытого детско-юношеского турнира в области искусств «Искусство, молодость, талант» приглашает Дворец культуры железнодорожников. Цель турнира – создание здоровой творческой конкуренции, воспитание, стремление к самосовершенствованию, правильных соревновательных навыков и умение достойно самовыражаться. Начало в 14.00, вход свободный. Международный ледовый полумарафон «Онор Владивосток Айсран» пройдет на острове Русский. Тысяча человек из десятков стран мира выйдет на старт масштабного спортивного мероприятия. Часть участников пробегут классическую полумарафонскую дистанцию длиной в 21 километр. Для желающих посоревноваться на более короткой дистанции будут доступны забеги на 5 и 10 километров. Также пройдет детский забег протяженностью 500 метров. На финише все участники получат заслуженные медали. Начало в 10.00, стоимость участия от 590 до 2 990 рублей. Выставка одной картины «Дальним Востоком призванный», посвященная 90-летию художника Василия Доронина, открыта в Мариинском театре. В год театра в России в рамках сотрудничества Приморской сцены Мариинского театра и Приморской картиной галереи продолжается проект, задуманный как цикл выставок, направленных на знакомство с произведениями из собрания Главного художественного музея Приморья. Выставка открыта с 10 часов, вход по билетам Приморской сцены Мариинского театра. На спектакль Пеппи «Длинный чулок» приглашает театр молодежи. Справедливая и находчивая Пеппи защищает слабых и обиженных. И даже несмотря на то, что она часто ведет себя невоспитанно, не хочет взрослеть и ходить в школу, Пеппи гораздо мудрее многих взрослых. Начало в 12.00, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. А в театре кукол дадут спектакль «Аистенок и пугало». Это сказка о трогательной дружбе маленького аистенка и оставленном наносением поле пугало, об их удивительных приключениях, о верности и взаимной выручке, которая помогла обоим пережить холодную зиму и стать сильнее. Начало в 10.00, стоимость билетов 250 рублей. Полуфинал городской школьной лиги КВН состоится в Пушкинском театре ДВФУ. За право попасть в финал лучшие школьные команды Владивостока будут соревноваться в трех конкурсах – приветствия, STEM и видеоконкурс. Начало в 17.00, вход свободный, количество мест ограничено. Пока на этом все. Хороших праздничных выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Редактор субтитров А.Семкин